Рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. Внезапное включение. Такое вот, своеобразное. Будем пытаться произвести ремонт. Вот так вот, с места в карьер. Электроника МК-52, господа, советский шедевр калькуляторостроения, микро, если можно так выразиться, электроники. В принципе, калькулятор попался мне абсолютно случайно, вы не поверите, в сарае, в деревянном, в мешке где-то там лежал, упакованный, то есть, у него полная комплектация. Крышечка, всё вот, чётко закрывается, ну, не буду надевать. Крышечка практически не царапанная. Вот такая вот хитрая, пластиковая, наверное, целлюлоидная или хрена знает, чётки того, пластиковая трубочка сюда запихивается, 4 батарейки пальчиковые вставляются в отсек. Это необходимо для того, чтобы они не выстреливали, не рассыпались. Разумеется, контакты окислены насмерть. Это я их ещё кое-как пытался тут почистить. Вот. Батарейки, в принципе, встают, но калькулятор не функцифлирует. Я так подозреваю, что это проблема с питанием. Ну, а пока, пока, давайте посмотрим на это дело поближе. Апрель 90-го года выпущен. Номер такой-то, такой-то. Питание 6 вольт. Мощность потребляемая 0,7 ватт. Вот так вот. Микрокалькулятор электроника МК-52. Принципиальную схему я нашёл. Ну, и разумеется, я его уже вскрыл. Я его уже вскрыл для того, чтобы можно было аккуратненько это всё дело пофиксить. Внутренности выглядят очень, очень... Прямо поразительно. Ни одного провода для советской электроники. Это прям парадокс, конечно. Ну, я, конечно, утрирую. Вот они, провода всё-таки есть. Но это питание. Можно простить. Один, это от батарейного отсека. И второй, от блока питания. Поразительно. Всё остальное выполнено на плате. Не. Ну, и, собственно, вот 89 октября К561 ЛА-7 выполнено. И непосредственно КР-1601РР1. 90-й год, февраль. Ну что, здесь, в этом разъёме располагался вот этот вот засранец. Это преобразователь напряжений. Будем смотреть. Почему? Если посмотрите, конденсатор К5016. К5016. Вот этот тоже К5016. И вот этот тоже, К5016. То есть, три. И вот четвёртый ещё один. Тоже, в общем, К5016. Пластиковые пробки на днище. Вот можно, если присмотреться. Пластиковые пробки. И, скорее всего, конденсаторы подохли. Если уж не подохли, то очень серьёзно потеряли свою ёмкость. Нашёл я в закромах аналоги. Скажем так, китайские, но надёжные, во всяком случае. Причём, практически, номинал их совпадает. Будем менять? Будем менять. В транзисторах я уверен, потому что он всё-таки включается. И внезапно он всё-таки работает более-менее. То есть, какие-то операции произвести можно, но он не проходит тест. То есть, 2 плюс 2 он ещё может. Кстати, да, я так и не понял, где кнопка равно. Начал смотреть инструкцию. Понял, что первым делом необходимо провести тест. И он проваливается. Так что будем менять. Нахрен. Все конденсаторы, скорее всего, они умерли. Будем производить замеры с помощью моих приборов. Я тут случайно волномер себе соорудил. Да, об этом, надеюсь, тоже как-нибудь с вами поговорим. С помощью классического тестера. Будем проверять на всякий случай всё, что выпаем. Ну и, соответственно, заменять. Паяльник я себе тут, помимо паяльной станции, то я приобрёл ещё и вот такой вот регулируемый. Он как-то с индикацией и половче, и полегче. Поехали. Выпаиваем их все подряд и проверяем тестер. Тут по логотипу изготовителя смотрите сами. То есть, К5016, ну и апрель. В общем, 5 микрофарад. 5 микрофарадного, к сожалению, у меня не нашлось. Их тут два, по-моему, таких. Сейчас по схеме себя посмотрю на экране. 1500... А, 1500 это обычный, значит, 4700 ещё есть. Так, есть 20 микрофарад. Есть 5 микрофарад. Есть 2 микрофарада. А, ну да, всё правильно. Вот они 4, 2, 5, 5, 20. Получается, что, ну, 5 микрофарадных у меня нет. Ну, есть 2,2 и есть 22. Не смогу вам, наверное, показать результат на экране. 2,7. И, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, это кошмар. Вот смотрите. Я не знаю, я попробую сейчас вам это... О! Эквивалентная последовательная. 150 Ом. 2,7. Представляете? И потери. 31% потери тока. Это же кобздец. 2,7 микрофарада на корпусе. 5. Да. Запаиваем его современного собрата. На 4,7, конечно, но, тем не менее, если будет хреновато работать, у меня есть ещё на 2,2 и даже на 0. Точно. У меня есть 0,33, я могу в параллель ему ещё запаять там помелче. Оставим чуть более длинные выводы ему. И будем радоваться жизни. Я так понимаю, что всё-таки воскресить удастся. Приходится оставлять с обратной стороны. Вы видели, на плате они загнуты. И сразу же его чуть-чуть вот сюда, родимого. А бокорезы у меня в сарае, где я разбирал, значит, как раз старую советскую технику. Извлёк головку магнитную для того, чтобы сделать волномер. Ну ладно, пойду, возьму и продолжим. И убираем отсюда лишние фрагменты выводов. Замечательно. Начинаем жарить второй. Так, чтобы сразу тоже не перепутать. Теперь плюс ко мне. Надо понимать, что основную ненависть такие конденсаторы вызывали именно потому, что они умирали ещё на заводе. Так же, как обычно, шутят про УАЗ, да? Есть ржавый болт в гараже. Начинаем собирать УАЗик, ура! Паяльник, конечно, надо почистить. Лайфхак, смотрите. Чистка паяльника производится очень простым способом. Есть у меня вот такая, смотрите, волшебная баночка. Мы её... да, там витамины. Вот, когда-то были. Ревит. Берём вот такую вот крутую баночку. Внутри находится самая обычная стальная губка. Чуть-чуть припоя, чуть-чуть канифоли. И сразу же туда раз. Раз. Прямо горячим жралом. Всё. И вот всё, что могло отскочить. Видите, как блестит под лампочкой сразу же. Всё, что должно было отскочить, оно отскочило. Буду смотреть вместе с вами. 3,4 Ома. 1%. 6,2 нанфарада. При том, что... 50 вольт, 5 микрофарад. То есть, в принципе, ёмкость усиленно завышенная. А, нет, подождите. 6... 1200 нанфарада. А, ну да. 6,2 микро. 3,4 Ома. Эквивалентное соединение. Последовательное сопротивление. Ну что же. Ничего. Возьмём его также современного собрата. Где-то тут у меня второй был. Давайте померяем на всякий случай перед тем, как запаивать. Да, вот 4,7. Второй такой же 4,7. Заталкиваем его в тестер. Посмотрим. Может быть, меньше сопротивления будет. 6,3 Ома. 0,9. 4,5. Ну, в принципе, в пределах допустимого. Но что-то как-то получше. Но нет. Менять так менять. И заталкиваем сюда. Городимого. О, как хорошо. Сразу схватился, запаялся. Это вот когда паяльник чистый. И обработан дополнительно сразу же канифолью. Не знаешь, как его половчей выпоить. Или как половчей запаять. Канифоль. Всё. Вот, даже запаялся хорошо. Прямо сразу же. Отлично. Отлично. Удаляем ноги. Это вот из-за того, что не стал удалять весь старый припой. Лапы ему подгибаем. Если что, значит, получается, тут чуть-чуть не хватает. Да, чуть-чуть не хватает ему ёмкости. Ну, те же 0.3 или там даже один, по-моему, у меня есть. Можно добавить. Это не проблема. Прямо на ноги ему сверху. Прямо на ноги фигакнуть. В параллель ещё один. Хуже не будет. Так, теперь третий. Давайте брать вот этот. 20 микрофарад. Самый здоровый. Мне почему-то кажется, что он вообще главный виновник торжества. Ну, вот один был мёртвый. Пока что 50 на 50. Счёт 1-1. В мою пользу. Счёт 1-1. Всё-таки есть пистоны. Я их, по-моему, вытаскиваю вместе с ногами. Значит, не очень качественная плата. Ну, это для меня, опа, не принципиально. Нет, не пистоны, но что-то похожее. Ну, давай сфокусируйся, пожалуйста. Вот, то есть, не пистоны, но какая-то хренатень. Почему-то мне кажется, что это олово, кстати, могло от старости уже пойти всё-таки 30 лет. 42 микрофарада, 2,1 Ом, 5,3%. Ну, в принципе, не так уж и плохо. 42, но всё равно 42. 42 микрофарада для 20 микрофарадного. Ой, К56, да. Он такой. Ну, не мудрено, что... Не мудрено. Да. 22 микрофарада, 25 вольт. Он же. Я почему-то не удивляюсь, что какие-нибудь ремонтники, если внезапно смотрят мой канал, они, наверное, тоже готовы поддержать красным словцом. Не стесняйтесь, у меня нету модерации, комментариев какой-то особенной. Так что со мной можно общаться на нормальном русском языке. Вот. Вот какие у вас эмоции это вызывает, вот так и скажите. Готово. Готово. Вот, получилось вот так вот симпатичненько. Теперь его на родное место загибаем. Конечно, стоило и этот проверить, но что-то мне подсказывает, что я не сильно не сильно потеряю, если он окажется чуть-чуть мимо номинала. Ну, в целом, да. В целом, припаяно неплохо. Ну, что-то дайте-ка мне... Дайте-ка мне немножко канифоли добавить в процесс, так сказать. Опа, вот так вот его. Хорошо. И вот здесь. Эх, тут уже не хватает припоя. Потом чуть-чуть добавим. Вот, какой красивый пятачок получился. Хороший, мощный пятачочек. Готово. И последний. Вот он. Значит, насколько он у нас тут. То же самое. 2 микрофарада, да? И должен у меня остаться мой 2 микрофарада. Да, вот он. 2 микрофарада. 2,2 точнее. Ну, опять же, 25 вольт. А, 50. 50 вольт. Так, чтобы не перепутать плюс-минус. Хотя и вот у этих друзей плюсы с минусами могли путать. Отчего они очень весело хлопали в ладоши, скажем так. Точнее, в глаза прилетал алюминиевый корпус. Бывало у меня и такое. Удивляешься. Вроде бы, как так-то? Вроде бы, нормальный конденсатор. Бах, взрывается. Думаешь, ё-моё, я что, полярность перепутала? Оказывается, нет. Полярность перепутал не ты, дружок. Итак, 2 микрофарада, 5 вольт. И логотип производителя. Вот он, он в самом верхнем углу. Похожий на лук со стрелой, что ли. Немножко другой. Если там были флажки, то здесь какой-то лук со стрелой. Ну, давайте. Ради интереса. А, смотрите-ка. У него не белая пробка. У него пробка, я так понимаю, резиновая вообще. Видите, чёрная. То есть, это не компаунд. Это однозначно пластик. И 2 микрофарада, короче. 25 вольт, 2 микрофарада. Да-да-да. Я прям верю. Прям верю. Прям я прям чувствую эти 2 микрофарада. Они прям, прям вот они. Так, нет. Ему надо лапы. Давайте ему лапы. Опа. Готово. Укротим ему лапы и установим в тестер. Поехали. 8,5 Ом. 2,7 нанофарада. Ну что же. В принципе, кондёрчик-то хороший. Итого счёт 3,1 в пользу производителей. Да? Но ничего. Оп. Готово. Причём хорошо запаялся сразу. Прям чувствует. Чувствует, где ему предстоит работать. Мазафака. Я надеюсь, во всяком случае, что заработает. А то как-то смысл теряется, знаете ли. Обидно будет, если столько времени видосов не выходило на канале, а тут херня вышла. Факап. Хе-хе. С другой стороны, факап. Чё. Тоже нормальный, я считаю. Неплохой тоже тренд. Помните, да, был дел... Так, всё нормально? Нормально. Нормально. Погнали. Был такой чувак, электрик от бога. Знаете, он не то индус, не то турок. Сам чёрт не разберёт. Очень смешные ролики у него есть. Как он электрогитару делал, пытался, во всяком смысле. Надо было прочистить дорожки. Давай, прогревайся. Корёшкин, корёшкин. Ну, что ты. Попал, даже запаял, но не выходит нога. Ну, где вторая-то? Да, это вот вам лайфхак такой. Всё-таки чистите, чистите. Оп. Удалось, наконец-то. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой, ой-ёй-ёй. А, нет, всё хорошо. Хорошо, даже ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть можно поддавить. Поддавим. Оп-оп-оп. Всё, здорово. Хорошо сели. Подгибаемся. Загибаем все флажки назад. Чтобы платочка у нас легла на своё родное место в разъёмчик. Готово. Ну, и опять же, добавим чуть-чуть припойчику, потому что что-то как-то прям, что-то как-то прям. Как-то чё-то. Чё-то как-то. Добавляем. Оп. Вот хорошо получилось. Ой, чё-то я пыжанул. Ну, ладно. Оп. Всё. На этом, в принципе, ремон закончен. Отключаем паельничек. Откусываем ненужные лапы. Ёлки, я и не проверил один. Один кондиечек-то. Ну, ничего, схема есть. Собираем. Включаем. Чистить здесь вроде бы ничего не надо. Пропаю... А, я смотрю, вот-вот-вот-вот. Видимо, экран отваливался когда-то. Вот сейчас попробуем это дело продемонстрировать. Видите? Есть ляпки на шлифе. Вот. Поближе вам как-то. Попытаться это всё дело показать. Вот. Эти ляпки на шлифе. Видимо, вот происходил всё-таки какой-то ремонт. Видимо, что-то отваливалось, отходило. Да. Не знаю, слышите вы это или нет. Вот это... Советский трансформатор, он такой. Конечно, не сравните с китайцами. 20 вольт постоянки. Этот блок питания должен выдавать 6 вольт, по-моему. Крайние выводы. Или не крайние? Да, не крайние. Ага, что-то есть. Неудобно. Щупы слишком большие. И слишком тонкая посадка. Так. Ага, полярность-то я перепутал. Это понятно. 6 вольт, по-моему. 6 вольт и... 5,86. Угу. 5,86. Я так понимаю, это нестабилизированный источник питания. 5,86. Почему может быть низкое напряжение? Ладно. Посмотрим отдельно. Включаем. Такой вот красивый разъёмчик. Прям красивый. Не перепутаешь. Защита от дурака. Опа! И он сразу включился. А нет. Всё-таки, видите, он выдаёт какую-то дурь. 7,7,7. Там ещё какая штука. Собственно, в инструкции написано. Последующее включение калькулятора допускается не ранее, чем через 10 секунд. Оп! Включился. 12. Работает. Разделить. 0. На 12. Разделить. Погас. Ага. Эгог. Эгог. Ладно. Нули, во всяком случае, мы видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс. 2. А где равно? 12 плюс. А, 14. Он всё-таки сложил. А где знак равно? Забавно. Слушайте, ну, тут что-то я даже не знаю. А, нет, всё правильно. Стирание, запись, считывание. Радиан, градусы, градусы, по-моему. Д, П, Х, З. Ну, давайте не 12. Давайте какие-нибудь необычные числа. 55 плюс 12. А где же равно-то? Как вычислить-то? К? Нет. 87. Не понял. То есть, это что сработало? 12 плюс 45. К, С, Х. 8 точка минус. Не понял. 45 минус... Минус 45. 12. Минус 45 минус 12 будет минус 57. Так-то всё честно. Ну, почему я хотел 45. Плюс 45. Плюс 10. Ага. 230 плюс 45 плюс 55. 285 плюс 340. 395. 450. 505 плюс 55. Блин, как я его запрограммирую? Как работает? Как работает калькулятор? Ой, надо смотреть инструкцию. И спустя полчаса, в общем, я нашёл укороченный тест на 36. 36 операций. И вот такое вот он должен выдать. 8. Запятая ГГ76578. То есть, калькулятор полностью работает. Какую-то там программу выполняет. Я прям даже видел. Вот эти все прям дикие операции. Ну-ка, ВО, если нажать. Он ещё раз, наверное, сработает. Ну-ка. Неа. ВО и СП. Пыц-пыц-пыц-пыц. Вот какие-то вычисления происходят. Что-то мигает, мигает. Видите, видите. Вот. То есть, какие-то вычисления происходят. Вот что-то он делает. Я не успеваю просто даже засечь, что там происходит. Ну, вот что-то такое. То есть, какие-то... Вот. Вот-вот-вот. Что-то происходит. Хрен его знает, как его остановить. Ну-ка. СП. А, ВО! Хе! Типа выполнять и перестать выполнять. Да, я так понимаю. Ну, вот. Ну, короче, вот как-то это вот как-то фунциклирует. Я ещё не очень разобрался. Надо инструкцию читать. Господи, мануал к калькулятору. В общем, спустя пару дней чтения мануалов я наконец-то могу вернуться к калькулятору. Ну, на самом деле, я уже поэкспериментировал и уже более-менее разобрался, как это всё дело работает. Осталось только понять, как он работает с постоянной памятью, чтобы заносить больше программ, потому что у него есть встроенная память. И сейчас я прямо вот-вот на ваших глазах считаем из встроенной памяти программу, которая в нём есть сейчас. Программ внутри, как видно, нет. То есть, кода операции нули. Значит, возвращаемся в автоматический режим. Я записал программу 00055. Вот такой адрес. То есть, сами можете прикинуть, вот опытные люди понимают размер этой программы. То есть, там 20, по-моему, 7 у меня операций, соответственно, 28 ячеек она должна занять. Так. И производим загрузку в память. Чпок. Появляются минуса. Это означает, идёт доступ к Харду, к ППЗУ. И теперь можем вернуться в режим программирования и увидеть, что появились, собственно, коды операций. Вот что важно. Кто-то считает, что это калька с буржуйского. Собственно, на самом деле, можно было увидеть на схеме, да, что сделано прям вот, прям, ну, не по-советски. На самом деле, ни хрена. На момент выхода этого калькулятора, на момент его выпуска, это самый продвинутый калькулятор в мире. Потому что коды вот эти вот, которые появляются, это конкретно программы, это непосредственно коды операций, которые необходимо совершать. Ближайший аналог, именно аналог этого калькулятора, это какой-то Хьюлетт Паккарт, который на самом деле даже и не был, ну, формально программируемым. Он был так вот, чисто на бумаге, что ли. То есть, он сохранял не коды операции, то есть, не программу, а тупо нажатие клавиш. Вот. Понимаете, да? То есть, в чём разница? То есть, вот это уже действительно программа. А там, по сути, записывался просто макрос. То есть, это действительно самостоятельная разработка Советского Союза. Чип-то, может, где-то и слямзили, но... Итак, возвращаемся в автоматический режим. Возвращаемся к началу программы. И поехали. Сейчас я буду попутно вводить данные и объяснять, что будет происходить. Мне необходимо рассчитать катушку индуктивности. Приблизительно там на 200 где-то, там 150 микрогенри. Это будет однослойный соленоид с воздушным сердечником. Ну, то есть, просто там, грубо говоря, на отвертки намотать. Сколько-то витков. И вот, чтобы узнать, сколько витков до нужной индуктивности наматывать, собственно, я написал программу по классической эмпирической формуле. Она у вас на экранах. Можете проверить мои вычисления самостоятельно. Давайте посмотрим. Вот у меня есть провод, одножильное сечением 0,4 мм. Занесём это в первый регистр памяти. Ну, автоматический калькулятор переключился с 4 на 10 в минус 1. Дальше. У меня есть каркас некий, допустим, 2 см диаметром. 2 см заносим во второй регистр памяти. И можно прикинуть, сколько витков понадобится. Я вангую, что нужно будет где-то 55 витков, примерно. И заносим эти 55 витков в третий регистр памяти. То есть, теперь мы можем вызвать первый регистр, диаметр проволоки, диаметр сердечника и количество витков. Дальше всё по формуле будет рассчитано автоматически. Итак, возвращаемся в 0 и запускаем счёт. Да, представьте себе, я калькулятор, который тормозит. Так бывает. Ну, извините. Несмотря на то, что он моложе меня, он тормозит. 39 микрогенри. Маловато. Маловато. Что-то мне подсказывает, что надо брать каркас побольше. Можете проверить данные в каком-нибудь другом калькуляторе или вот по формуле, которая на экране. 39 микрогенри. Это маловато. Я так подозреваю, что нужно брать 3 см. Изменяем. Диаметр. Диаметр сердечника. Во втором регистре. Я занёс 3. Возвращаемся в начало программы. И снова запускаем счёт. Цикличные вычисления можно сделать, в принципе, автоматическими. Но это будет уже позже. Но на данный момент это просто клёво. Вот, 76 уже хорошо. Ну что, надо брать, наверное, 5 см. 5 см. И наматывать витков 60, я так понимаю. Давайте намотаем 60 витков в третий регистр. Возвращаемся к началу, чтобы не было вопросов нули. На экране снова запускаем счёт. Оооо! 5 см. 60 витков. Виток к витку. На воздухе. Вот всё, что мне надо будет делать. Вот нужно мне 200 микрогенри. Хочу намотать. Вот столько и наматывать. 193. Можете проверять. В любой программе. По-моему, КОИЛ-32. Это самое простое. Вот вы получите приблизительно такой результат. Там формула немножечко будет уточнённая. Точнее она не уточнённая. Там учитывается коэффициент на изоляцию и так далее. Эмпирическая формула позволяет с небольшой, надо понимать, погрешностью. Собственно, вот это вот. А, хотя, стоп, стоп, стоп. 60 витков на 0,4. 2,4 см. А, ну, в принципе, да. Примерно половина диаметра. Нормально. Дело в том, что формула приведённая для длинной катушки. То есть для катушки, которая длиной намотки не менее, ну, где-то четверти. Точнее даже третьей от диаметра. Вот так. Вот так, господа, работает калькулятор электроника МК-52. Количество шагов программы, чтобы не быть голословным. Прямо сейчас можно к ней перейти. 50-я операция. 28 даже. Ну, собственно, да. 28 шагов формулы. 28 шагов программы. 28 строк, если хотите. 28 команд, операции. И т.д. и т.п. Вот, собственно, и всё. На самом деле, ничего сложного-то, оказывается, нет. Надо просто привыкнуть. Прикол в чём? Запись здесь бесскобочная. Соответственно, она обратная. То есть, записывается всё так, как если бы мы всё это делали на бумажке, пытались разложить какое-нибудь длинное уравнение, ну, вот ту же формулу, да. Что мы бы делали на бумажке? Мы начали бы её решать с конца. Вот, собственно, она с конца и решается. А примитивные простые операции, ну, допустим, ну, как не одноместные, а двухместные операции, типа сложения, умножения, деления и вычитания, на самом деле, тоже сделать очень легко. Вот, смотрите, 121. Давайте поделим на 10, например. Заносим в регистр Y. Это смена регистра. И делим на 10. Вводим 10 в регистр X. И теперь регистр Y будет поделён на регистр X. 12,1. Всё. На самом деле всё просто. Равно просто нажимается посередине. Это если так упростить, что на самом деле произошло. То есть, 121 мы записали в другой регистр памяти, затем ввели другое число и произвели между регистрами операцию. Вот насколько всё просто. Это клёво позволяет достаточно быстро и эффективно производить вычисления каких-то весьма и весьма сложных формул. Ну, на самом деле, конечно, в современном мире это проще сделать электронными таблицами, там, Excel и так далее. То есть, да, какой-то более-менее современный калькулятор взять, грубо говоря. Ну, это неинтересно. Ну, согласитесь, это просто неинтересно. А вот так, это, знаете, как-то тепло и лампово. Я думаю, что от контура, построенного вот после вот такого расчёта, прям будет исходить исключительно положительная энергия. И он будет излучать гораздо более православную энергию. Ну, вот ещё раз, вот для введённых данных перепроверьте меня, напишите в комментариях, насколько точно получилось рассчитать. 193,5 микрогенри, грубо, да, для... Зачем-то я экспоненту извлёк, я промахнулся клавишей. Значит, 0,4 миллиметра диаметр проволоки. 5 сантиметров каркас. 60 витков. Виток к витку, соленоид однослойный. Воздушный сердечник. Всё. С вами был Бутылкус, господа. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что поддерживаете канал, несмотря на то, что не так часто... Да вообще видео практически перестали выходить, наверное, уже год не было, да. Вот, я как-то периодически пытаюсь что-то сообразить, соорудить, но проблемы с интернетом, плюс ещё, ну, собственно, реальная жизнь, знаете. Вот. Неспроста же я этот калькулятор вообще выкопал, я в сарае разбирался, в конце концов. Ну, как-то так. В общем, огромное спасибо за то, что вы со мной и пользуетесь. Это... Вот эти замечательные калькуляторы на Авито продаются, там, по-моему, от 300-400 рублей. Можно спокойно купить и отремонтировать. Чёрт возьми, это программируемый калькулятор. Его современные собраты, МК-152, стоят 15 штук рублей, ребят, прямо у производителя. 15 штук рублей. Тот же самый мрот. Вот как 115 рублей было, ну, там, плюс-минус, было окладом в Советском Союзе, то есть целая зарплата, прикиньте, так и сейчас, вон, там, 14 900 на сайте производителя 152-го. Это тот же самый мрот, прикиньте, вот так вот. То есть, вот эта вещь дорогая, на самом деле, и пока они не перешли в разряд совсем уж коллекционных, что может произойти, там, я не знаю, наверное, в ближайшие десятилетия, берите, пользуйтесь. Машинка, как видно, ремонт пригодна, свои операции прекрасно выполняет, ну, и плюс, всё, что нужно, она выполнять умеет. Всем спасибо, и с вами был Бутылкус. Пока.